Привет всем, друзья! С недавних пор реальность вокруг нас стремительно меняется. Многие чувствуют, как время ускорило свой ход, как в мире происходят события, о которых еще несколько лет назад мы слышали из фильмов и читали в книгах, думая, что все – фантастика, что с нами точно такого не произойдет. А между тем реальная жизнь в своих сценариях превосходит самые смелые предположения фантастов. Только мало кто из нас открывает для себя эту действительность, наблюдает ее своими глазами. А если остановиться и подумать, а случалось ли со мной хотя бы однажды то, что я никак не могу объяснить? Чувствовал или видел я то, что считаю аномальным, необычным и потусторонним? Может быть кто-то, а такие есть, был удостоен своей жизни встречи со святым или видел своими глазами чудеса, которые происходят по воле Создателя? И как ни удивительно, но каждый из нас хотя бы раз в жизни лично сталкивался с тем, что не может объяснить наука, что случается вопреки всякому пониманию и никак не сопоставимо с нашим представлением о мире. А это значит, что чудеса вокруг нас. Их настолько много, что нужно просто научиться их замечать. Иеромонах Агафангел, в миру Даниил Храмов, подвижник русской православной церкви и наш современник, сегодня откроют истины для каждого о том, как вести себя в это тяжелое время и времена будущего, что пророчили святые старцы. Очень важно не забывать, какие бы напасти ни ожидали нас, достойно пройти их в одиночку будет непросто. Но даже если у вас никого нет, если в жизни вас некому поддержать, послушайте эти важные слова. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, дорогие братья и сестры, к Спасителю пришел человек именем Иаир, и у него дочь лежала при смерти и просил Спасителя исцелить ее. Но также у нас упоминается еще одно повествование о том, что была женщина, которая страдала кровотечением несколько лет, множество лет и истратила все свое имение на врачей, не получив исцеления. Сейчас и в наше время, тоже подчас, многие истрачивают все свое имение на тех же самых врачей. Врачи нам даны, да, но самый главный врач для нас это Христос, Господь наш Иисус Христос, который нас исцеляет от различных болезней, если мы будем регулярно очищать свою душу и принимать тело и кровь Спасителя. Регулярно причащаться. Другой эпизод исцеления дочери Иаира. То есть сначала пришел один из слуг этого начальника синагоги Иаира и сказал, что не утруждай учителя, «Твоя дочь умерла». Но Спаситель сказал, не бойся, только веруй, и дочь будет твоя исцелена. Вот и здесь нам важно не бояться просить Бога о чем-либо и с верой ко всему подходить. Ангел-хранитель везде, всюду нас сохраняет. И всегда нам важно, в какой-то момент бывает, что наш ангел-хранитель в какой-то момент подсказывает нам в той или иной жизненной ситуации. И здесь важно прислушаться этому голосу. Не голосу, который находится с левой стороны, а голосу, который с правой стороны. И видя наши все злые дела, и если человек не раскаивается, то он отступает до времени. До того времени, когда человек вновь принесет покаяние. Когда он очистит свою бессмертную душу. Когда будет стараться стремиться ко Христу, не к дьяволу, сыну погибели. Как известно, что дьявол или сатана, это был лучший ангел среди всех прочих. И имя его было Деница. Но этот ангел возгордился, захотел быть больше Богом и был низвержен. Архангел Гавриил возвестил причистедеве Марии о том, что родится в мир Спаситель, который искупит народ от клятвы законной. То, что было наложено на прародителя Адама и Еву. То есть, избавит от греха своим славным и честным воскресеньем. И вот мы, каждое воскресенье, это как малая Пасха. И каждый глаз, который находится в Актоихе, каждый глаз нам возвещает, каждое песнопение, каждые стихиры нам возвещают о славном его воскресенье. Пусть Господь нас ведет своим путем, помогает нам во всех трудных наших жизненных обстоятельствах. Но, естественно, и мы, православные христиане, не просто будем называться православными христианами, но на деле, ведь вера без дел мертва есть. Стараться будем стремиться ко Христу и стараться как можно чаще приносить покаяние и причащаться святых христовых тайн. Батюшка Агафангел – настоятель сельского храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Крутое Московской области. Его семья, сестра Мария и мама, монахиня Тавифа, пишут иконы для храмов и верующих, что почитают святые образы и понимают, насколько важно обращаться к создателю и святым, просить их о помощи и поддержке. Но все эти прекрасные работы – не просто художественные произведения. Когда икону пишет истинно верующий человек, через нее с нами говорит божественная сила и воля. К кому мы обращаемся через иконы? Кем хотим быть услышаны? Это святые, сила которых способна творить настоящие чудеса, что бы ни происходило вокруг. Их сила и божественная воля могут изменять судьбы людей и целых государств, спасать, когда уходит последняя надежда. Обращаясь к иконе в мыслях или вслух, вы всегда вступаете в незримый диалог со святым, что лучше каждого осознает боль и страдания души. Ведь большинству великих святых подвижников довелось жизни самим испытать эти муки и лишения. Каждый хочет быть услышан со своей просьбой и обращением. А задумывались ли вы хотя бы раз о том, слышите ли сами просьбы, обращенные к вам? Или слышите, но проходите мимо? Может быть, вы вовсе не имеете в доме икон, не отвели для святых образов и угла, по разным причинам находя этому оправдание? Не пуская благодать в свой дом, вы зовете ее на помощь и удивляетесь, почему ответа нет. Как хорошо эти простые примеры помогают понять, что важно в первую очередь искать причину в себе, в своих мыслях и поступках, осознавая свою жизнь. Большинство предсказаний на канале обращены к тем, кто все еще не слышит и не видит, кто думает, что навсегда останется лишь наблюдателем, но не участником событий будущего. Но реалии жизни доказывают, что каждый из нас в любой момент может стать непосредственным участником действия преобразования мира. И дай Бог, чтобы не довелось при этом испытать тягот лишений и самого дорогого. Путь к спасению уже указан каждому из нас при рождении, но выберем ли мы его или пойдем по другому пути с очевидным нелегким концом? Обратимся ли к святым образом за помощью или гордыня никогда не позволит этого сделать? Каждому выбирать свой путь. И если вы все еще не верите в силу икон и не видите смысла в иконопочитании, посмотрите на эти образы. Они уже вошли в историю и почитаются чудотворными. Для Ахтырской Божьей Матери был построен знаменитый Покровский собор. Вода, которым омывали святой образ, спасала от лихорадки и тяжелых недугов. Это боголюбская икона Божьей Матери. Она является древнейшей из чудотворных икон. Здесь изображена заступница, что молится за весь человеческий род. В разные времена, начиная с XII века, к ней обращались за спасением от чумы, сел и городов. Целые поселения были спасены благодаря заступнице. Сегодня боголюбская икона находится во Владимире, в Княгинином монастыре. Это величайшая русская святыня, чудотворная Владимирская икона Божьей Матери. Именно этот образ признан главной чудотворной иконой России. С 1660 года пошла летопись чудес, что свершались только благодаря ей. Исцеление, чудесное избавление Москвы от разграбления во времена нашествия татар, исчезновение пожаров и спасение целых городов. Все это оказалось под силу великому образу. Вот почему так важно почитать иконы, содержать их в домах и просить у святых поддержки, когда не знаешь, как поступить. Мы решили помочь иеромонаху Агафангелу и его семье собрать средства и материалы для иконописи. К сожалению, приобрести уже написанные иконы у батюшки нет возможности. Храмовые иконы большого размера продаются очень дорого – 50-100 тысяч рублей, и это не предел. Для его семьи мы решили собрать необходимые материалы – золотые краски, кисти, холсты, олифу, бумагу, что пропитывает ее, или средства на их приобретение. Для храма необходимы следующие иконы – покрова Пресвятой Богородицы Божией Матери, что покрывает людей от всякого зла, размер 80 на 100. Икона святых – священномученика Киприана и мученицы Иустинии – 50 на 60. По вере и молитве они защищают людей от колдовского воздействия. Икона – святой праведной Тавифы, покровительницы вдов и сирот, размер также 50 на 60. Также необходима икона Божией Матери – скоропослушница, размером 30 на 40. Ей молятся о духовном прозрении, когда человек находится в растерянности и не знает, как поступить, во всех случаях, когда нужна особенно скорая и действенная помощь в ее молитве к сыну. Также Богородица через свою икону скоропослушница дарует помощь в извлечении. Эту икону батюшка хочет отдать в другой бедный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы села Остроухово Захаровского района Рязанской области. Для тех, кто хочет напрямую оказать посильную материальную помощь или прислать готовые материалы для иконописи, вся информация и координаты есть в описании и скоро будет на нашем сайте. Все имена людей, что жертвуют для храма, будут упоминаться на каждой божественной литургии, на ночной молитве и псалтыре в храме Покрова Пресвятой Богородицы села Крутое Серебряно-Прутского района Московской области. Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. Благотворящий бедному дает взаймы Господу, и он воздаст ему за благодеяние его. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok